Всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня я иду проводить практическое задание для большой перемены «Придумай, сделай, по вызову твори». Я проведу флешмоб, который называется «Ладошка добра». Почему же именно эта тема? Да потому что ладошка еще с древних времен означает дружелюбность и открытость, позитив и взаимовыручку. А флешмоб напомнит людям о том, что доброта и мир важны в современном мире. На флешмоб я приглашала разных людей. Я позвала друзей, знакомых, родственников. И также я хочу попробовать привлечь кого-то на улице, прохожих. Вдруг мало ли кто согласится и проявит свою доброту и отзывчивость. Сам флешмоб «Ладошка добра» будет состоять из трех этапов. На первом этапе мы все вместе расскажем четверостишье про добро. На втором этапе мы просто встанем в круг и запустим цепь позитива. Просто обменяемся какими-то комплиментами, приятными словами друг с другом. И просто зарядимся позитивом. И на третьем этапе мы создадим свой арт-объект. Нашу ладошку, которая символизирует мир и добро во всем мире. Погнали! Слушай, ну вон какие-то сидят ребята на лавачке. Их попробую привлечь. Ну да, чем черт не шутит. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Я провожу флешмоб для большой перемены. Спасибо вам всем за то, что пришли и поддержали меня. Ну и как вы все знаете, сегодня я буду проводить флешмоб на тему добра. Он называется «Ладошка добра» и связан с взаимовыручкой, взаимопомощью. Он состоит из нескольких этапов. На первом этапе мы должны будем рассказать стихотворение. Я говорю слово «добро», а вы продолжаете строчку. Второй этап заключается в том, чтобы мы просто встали в круг и обменялись друг к другу, сказали какие-то теплые слова. Ну и третий этап – мы создаем арт-объект, но подробности я расскажу попозже, потому что там много нюансов. Ну все, поехали! Добро – это солнце в сердце. Добро – это радуга в небе. Добро – это улыбка на лице. Добро – это волшебство внутри нас. Так, давайте возьмемся за руки и запустим цепь позитива, просто по часовой стрелке говорим друг другу комплимент. Маша, у тебя очень красивая прическа. У тебя такие большие выразительные глаза. У тебя очень красивая прическа. Вы сегодня очень красиво выглядите. Ты очень хорошо готовишь, вкусно. Спасибо. Платон, ты добрый мальчик. Ты хорошо выжишься. У тебя хорошие кроссовки. Спасибо. У тебя очень красивый выразительный зеленый глаза. Спасибо. У тебя очень красивая улыбка. Ты такая ласковая. Спасибо. Спасибо большое. Ну и заключительный третий этап. Мы будем создавать свой арт-объект, свою ладошку добра. Кстати, вы знали, что ладошка добра – это еще древний жест, который раньше означал мир, благополучие, взаимопомощь, выручку. И поэтому сегодня я предлагаю вам всем сделать нашу собственную ладошку добра. Вот плакат. И сейчас я предлагаю ее просто разрисовать красками. Здесь, если кому что-нибудь не хватит, то берите. Надо водички налить. Таким образом мы как бы разукрасим всю ладошку. Что это за контур? Ничего страшного. Ничего страшного. Вот это след! На плакате. Я уже почти. Сейчас с вами не сейчас. Поставить ладошку. Можешь просто внахлест на другую ладошку. Вообще все. Как называется этот фильм? А сейчас считает и нет сил. Нет, труд у меня нет. Конечно, не сам. Лучшая ладошка. Почтей, добро, собери счастье! Мне можно? Мне понравилось участвовать во флэш-мобе, а больше всего мне понравился этап, где мы разукрашивали красками ладошку. Мне понравилось участвовать во флэш-мобе, но больше всего мне понравилось, где мы желали друг другу пожелания. Я на иду Tanzania. Да, мне понравилось. Мне понравилось. Бил